друзья всем привет хочу сегодня посоветовать вам одну целебную масть делается она на основе хозяйственного мыла подходит для того чтобы устранить например у горе можно фурункулы какие-то чири но все такое вот воспалительная очень хорошо работает и буквально знаете за три-четыре дня наступает полное выздоровление ну и уголь тоже очень хорошо лечит не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео также если вы обнаружили фурункул то при помощи этой целебной мази он быстро созревает и прорвется то есть его уже не будет компонентов конечно многовато но все доступно все можно купить нам в первую очередь понадобится хозяйственным мылом можно купить такое вот жидкое сейчас она появилась если его нет просто можно взять обычный кусок хозяйства мыла кроме этого понадобится пчелиный воск со всеми его немножко нужно но я покупаю вот такой вот он продается у нас на рынках в где продают все продукты пчеловодства мед мед беру я вот такой вот горный можно взять обычный прополис вот так ты его храню муми и муми и продается в аптеке это алтайском умеет и растительное масло можно взять или подсолнечное или льняное тоже нужно совсем немного насчет мыла хочу сказать нужно брать самое такое вонючее самое темное с таким вот специфическим запахом ну вы понимаете она в основном идет по моему 72 процента по моему но тут так как она жидкая она немножечко такого светлого цвета но желательно да лучше купить самое такое вонючие темное хозяйственное мыло нужно взять какую-то металлическую посуду так как все это мы будем плавить давайте я вам тогда покажу на куске хозяйственного мыла как делать берем терку и натираем хозяйственное мыло хозяйственное мыло я беру около двух столовых ложек добавляю туда воск примерно около 10 грамм одну полторы столовые ложки меда также понадобится мы ее одна таблетка она 2 граммовая добавляем сюда немного прополиса это около 10 грамм и одну чайную ложку масла какое масло брать я уже вам сказала теперь это все перемешиваем силу возможности и ставим на водяную баню здесь у меня вода я ставлю посуду и начинаю потихонечку плавить перемешивая постоянно постоянно чтобы все растворилось все мне хорошо растворилась и пока мазь теплая перекладываем ее в хорошо промытую тару закрываем и эта смесь хорошо хранится при комнатной температуре она застывает но взять ее не сложно будет дальше что делаем вечером если у вас что-то воспалилась берем ватный диск небольшое количество мази на ватный диск наносим кладем на воспаленное место накрываем пленкой закрепляем пластырем и вот если у вас фурункул то обычно за ночь он созревает и прорывается но от через три четыре дня наступает полное выздоровление а если у вас угарит то можно пользоваться этой мази как можно чаще конечно перед применением нужно попробовать на аллергию на сгибе локтя если нет аллергии то можно пользоваться еще такое предупреждение это очень важно эту мазь ни в коем случае нельзя наносить на открытые гнойные раны это противопоказано друзья желаю вам крепкого здоровья отличного настроения если у вас есть какие-то свои народные советы напишите под этим видео заранее благодарна а на этом я хочу с вами попрощаться до следующей встречи